10 суток ареста за критику местных властей В Петербурге вновь задержаны выходцы из Центральной Азии Отныне в Таджикистане дать имя ребенку можно строго по каталогу имен Рамазон Рахимзада предложил внести поправки в законодательство РТ Житель Аражского района Республики Таджикистан Хикматулло Мардон Худжаев был помещен на 10 дней в изолятор временов содержания ИВС по сфабрикованному делу об административном правонарушении Это произошло после того, как на собрании, посвященному вопросу ликвидации последствий схода селевого потока он высказал критику в отношении местных властей сказав Власти, вместо того, чтобы помочь людям, заставляют мужчин, не достигших пенсионного возраста, сбрить бороды, а женщин выйти на улицу без хиджаба По окончании собрания он был задержан по статье 460 «Мелкое хулиганство» Кодекса РТ об административных правонарушениях что подразумевает нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие населения и влечет наложение штрафа в размере от 7 до 10 показателей для расчетов или административный арест на срок от 5 до 15 суток Однако, по словам Саида Брора, одного из местных жителей и участника данного собрания руководители района так и не дали внятного ответа, как они намерены ликвидировать последствия стихийного бедствия Это раздражало многих, но лишь Хикматулло осмелился высказать свое мнение Он заявил, что власти, вместо того, чтобы помочь людям, пострадавшим от стихии, заставляют мужчин, не достигших пенсионного возраста, сбрить бороды, а женщин выйти на улицу без хиджаба Напомним, что в результате схода селевого потока на Рашский район в начале июля пострадали десятки домов Местные жители жалуются на бездействие властей и своими силами продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия В очередной раз ФСБ России похвасталась своей оперативностью и профессионализмом, разослав различным изданиям видеоролик, на которых, как утверждают в спецслужбе, снят процесс задержания подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге На видео бойцы ФСБ штурмуют какое-то здание и демонстрируется задержание нескольких мужчин Один из задержанных мужчин на вопрос, что он хотел сделать, отвечает Хотел сделать Чтобы поезд Также на видео оперативники демонстрируют Коран, а также сумку с баллоном, похожим на газовый, ничего кроме баллона в сумке нет О том, что ФСБ якобы раскрыло группу предполагаемых террористов из семи выходцев из Средней Азии, появились сообщения утром 28 июля Имена задержанных и то, какие именно обвинения им предполагается предъявить, не сообщаются ФСБ утверждает, что задержанные готовили теракт на железнодорожном транспорте Следует отметить, что после взрыва, произошедшего в питерском метрополитене 3 апреля 2017 года Сотрудники питерского управления ФСБ РФ стали показывать просто фантастические результаты по раскрытию и предотвращению преступлений, связанных с терроризмом Объектом потенциальных террористов они выбрали беззащитных мигрантов из Центральной Азии Как отметили независимые эксперты, все видеозаписи, предоставленные ФСБ РФ по данным делам, являются постановочными, что видно даже невооруженным взглядом На пресс-конференции, состоявшейся 26 июля в Душанбе, заместитель министра юстиции Хаким Мир Саидзот сообщил, что отныне имена новорожденным должны даваться строго по составленному каталогу имен Минкультуры Таджикистана При этом он заявил, что соблюдение требований перечня национальных имен обязательны для граждан таджикской национальности Также чиновник отметил, что сведения перечня имеют рекомендательный характер Однако поскольку этот перечень зарегистрирован как официальный документ, Министерство юстиции контролирует его соблюдение Поэтому соблюдение местных имен обязательно В перечне говорится, что национальные меньшинства, которые проживают в Таджикистане, могут использовать имена с условием соблюдения своей культуры и традиций Напомним, что ранее правительство Таджикистана предприняло попытку запретить имена, связанные с исламом Что породило в обществе недовольство и споры После чего под предлогом сохранения национальной идентичности по поручению Маули Рахмона Минкультуры составила каталог, состоящий из 4000 имен Отныне за фото- и видеосъемку процесса ликвидации стихийных бедствий, пожаров и аварий ждет наказание Об этом заявил глава МВД РТ Рамазон Рахимзада 21 июля на пресс-конференции, сказав, что инициирует введение наказания для тех граждан, которые производят фото- и видеосъемку процесса ликвидации стихийных бедствий, пожаров и аварий Министр напомнил самый недавний случай, пожар на крупнейшем столичном рынке Карвон Большое количество зевак столпились возле места происшествия и снимали на камеру пожар, тем самым мешая пожарным ликвидировать возгорание, сказал он Рахимзада отметил, что было решено инициировать поправки в законодательство, предусматривающие ответственность для тех лиц, которые таким образом мешают процессу ликвидации стихийных бедствий и катастроф Пожар на рынке Карвон Сафар, один из очевидцев пожара, рассказал о плохоналожной работе противопожарной службы Пожарные приехали оперативно, однако они боялись близко подойти к рынку Воду подавали с основной дороги, а это довольно далеко от пожара, иногда туда долетали только брызги На рынке также очень много сотрудников милиции, которые не особо церемонятся с населением Другой очевидц пожара местный предприниматель Умар рассказывает Вначале огонь был слабый и мы могли бы спасти свой товар, но милиция цепила секции и не пускала нас внутрь Ничего вытащить нам не дали И что нам с того, что арендную плату с нас брать не будут? У нас товара нет и денег нет Подобные свидетельства наталкивают на мысли об истинных целях инициативы Рахимзады О поправках в законодательство, предусматривающих ответственность для тех лиц, которые ведут фото и видеосъемку ликвидации стихийных бедствий и катастроф Продолжение следует...